давайте продолжим и собственно говоря кроме того что это очень важно я имею виду вот это вот наличие генератора в этих категориях совершенных комплексов на иксе и вот этот вот способ описания категории совершенных комплексов на иксе в терминах совершенных комплексов в какой-то от какой-то даже алгебры которые на самом деле связано с генератором то есть у У вас имеется некоторый объект в вашей категории Е, в вашей категории совершенных комплексов, про который вы знаете, что он порождает всю категорию, и от него берете вот эту вот алгебру, даже алгебру или а бесконечность, алгебру А. И оказывается, что вся категория совершенных комплексов, это в точности категория совершенных комплексов А. Значит, если вот на эту немножко тему задуматься, то это дает вам такой странный способ доказательства эквивалентности двух категорий, собственно, который обычно используется при доказательстве, если мы когда-то можем что-то доказать с точки зрения зеркальной симметрии, то мы доказываем всегда это таким странным образом. Ну, есть какой способ доказать, что две категории эквивалентны? Построить между ними функтор, ну, а дальше проверить, что этот функтор, соответственно, удовлетворяет нескольким условиям. Первое условие, что он существенно сюръективен на объектах, а что на морфизмах у нас изоморфизмы происходят, на морфизмах между любыми двумя объектами и их образами. Ну, такой прямой способ доказательства эквивалентности категории. А вот здесь вот у нас есть такой странный, неявный способ доказательства эквивалентности между двумя категориями. Значит, вот, предположим, у нас есть категория когерентных пучков, то есть Дебрант типа B на каком-то многообразии, КОХ-Х. Ну, или которые у нас, собственно говоря, в этом совершенные комплексы, собственно говоря, на Х. И у вас есть какая-нибудь другая категория, про которую вы вообще на самом деле тоже мало чего понимаете, а иногда даже не можете хорошо определить. Например, категория Фукая. Вот такое напишу с крышечкой там. И вы хотите, тем не менее, показать, что они эквивалентны. Странное дело. Оказывается, это можно дело сделать таким неявным образом. Вот надо найти здесь генератор Е, что обычно бывает, ну, несложно. И здесь найти какой-нибудь генератор F, что бывает, может быть, несложно с точки зрения его нахождения, но, может быть, сложно с точки зрения доказательства, что он генератор. А дальше оказывается следующее, что вот зная, как устроено локально вокруг этого Е, собственно говоря, вы полностью, то есть локальная структура вокруг этого Е, полностью вам определяет всю категорию. Примерно как голоморфная функция. Если вы знаете ее разложение в точке, то вы знаете ее аналитическое продолжение везде. То есть почему? Ну вот что такое локальная структура здесь? Это знание ровно вот этой алгебры А. Даже алгебры Хом, Экстов из Е в себя. Это и знание вот этой локальной структуры, как бы, собственно говоря, что такое локальная структура? Фактически это знание ряда Тейлора в этой точке Это знание вот этой вот ДЖА алгебры А И мы знаем, что эта категория на самом деле эквивалентна категории совершенных комплексов над вот этой А Вот эта вот эквивалентность И при этой эквивалентности этот объект Е соответствует самой А как модулю над собой А предположим, здесь мы тоже нашли генератор И у него алгебра, его эрхома в себя, это Б То есть эта категория эквивалентна совершенным комплексам над какой-то Б Но предположим, вы подобрали так, что А и Б квази-изоморфны Что значит? Что А как ДЖА алгебра, Б как ДЖА алгебра Существует ДЖА алгебра С И два таких морфизма между ними Между ДЖА алгебрами Которые индуцируют изоморфизм на кагомологиях Квази-изоморфизм Тогда вот все эти категории совершенных комплексов над С Это уже чистая алгебра Тут вообще ничего нет, никакой геометрии Значит, они все эквивалентны через вот эти квази-изоморфизмы Ну это уже формальность Это уже формальность теории ДЖА алгебры В принципе, мы можем считать, что это та же самая алгебра А получается Да Да, да Про нее? Да, да Она имеет даже модельную структуру, эта категория Да, там есть кофебрантные объекты Через которые вот эти квази-эквивалентности можно делать Мы главное знаем, что они существуют И этого более-менее нам достаточно Нет, ну здесь нету, здесь напрямую То есть здесь вся фишка состоит в том, что вы здесь выбираете такой генератор Что на самом деле вот это все могу стереть И у вас получается, что вот это вот А соответствует этому Ф То есть у вас, вы здесь находите генераторы и здесь такие, у которых ДЖА алгебра одинаковая Ну или А бесконечность алгебры минимальной модели одинаковая бесконечность алгебры И получается такое доказательство эквивалентности То есть может получиться у вас вот такое доказательство Неявное доказательство эквивалентности Ну конечно функтор, вот он понятно какой Через эту категорию как бы идущий При этом не имеющий в общем так геометрического как бы геометрической природы Он такой алгебраический получается как бы Вот, но самое интересное, что вот зная генератор Вы фактически знаете и его эндоморфизмы в себя Вы знаете всю категорию Вот это вот позволяет как бы контролировать процесс Дело в том, что категория Фукая в общем достаточно неприятный объект Значит, про определение категории Фукая написано книги Только на одно определение Несколько Значит, ну это вот сам Фукая с компанией Который называется Ох, то она Ох В общем, это обычно обозначается книга Ф-О-О-О Вот это автор Нет, она определяется, какая бесконечность категории все-таки Вот, то есть Ну, я попытаюсь сейчас изложить примерно схему того, как это происходит Значит Предположим, вы стартовали с какого-то симплектического многообразия Ну, вот я его тоже буду буквой Ичка и Икс обозначать И у вас есть симплектическая форма и Б-поль Значит, первым делом вы строите некоторую категорию А бесконечность категорию Фукая, которая называется И эта категория Даже у разных людей Она немножко по-разному определяется Значит, существует как бы такой более минимальный вариант ее определения Более максимальный Дело в том, что это такая промежуточная категория Которая Не окончательный ответ А через который этот окончательный ответ происходит Ну, условно, примерно, как Когда мы выбираем генератор Мы можем взять один генератор А можем два генератора взять После некой процедуры мы окончательно получим одну и ту же категорию Поэтому вопрос, условно говоря, что мы здесь Какие будем объекты рассматривать В окончательном варианте может оказаться совершенно неважным Потому что дальше действует некоторая геометрическая процедура То есть мы сначала строим некоторую категорию Ф от Х омега Б Которая есть А бесконечность категория А дальше существует каноническая процедура Взятие того, что мы можем сказать С категории совершенных комплексов над этой категорией Ну, как, значит, категория Это обобщение алгебры Условно говоря, если у нас есть ДЖ-алгебра Мы можем рассмотреть совершенные комплексы на ней Как я уже пытался объяснить Если у нас есть А бесконечность алгебры Мы тоже можем рассмотреть совершенные комплексы на них В общем, разницы между ДЖ-алгеброй и А бесконечностью алгебры нету Никакой с точки зрения того, что по любой А бесконечность алгебры Вы всегда можете построить ее антиминимальную модель Которой будет ДЖ-алгебра А по ДЖ-алгебре у вас есть то, что называется каноническая модель На кагомологиях структура минимальная модель На которой есть там структура А бесконечность алгебры Все категории совершенных комплексов, они одинаковые, то есть мир категории, он одинаковый, то есть это язык, можно говорить на языке DG категории, можно говорить на языке о бесконечность категории, а все, что вы описываете, будет одно и то же, по сути. Просто язык о бесконечность категории часто бывает удобен, потому что он более такой flexible, ну, в общем, более такой, позволяющий вам работать с разными объектами, не задумываясь о каких-то вещах. Значит, вы строите некоторую категорию, о бесконечность категории Фукая, а дальше процедура такая, мы берем категорию совершенных комплексов над этой категорией, о бесконечность категории Фукая. Обычно люди говорят не так, обычно они говорят, мы берем скрученные комплексы на первом шаге, а потом добавляем прямые слагаемые. А по сути это вот то, что я сказал. Это взятие, над любой категорией вы можете, там, DG категории, о бесконечность категории, рассмотреть категорию модулей, значит, взять от нее производную категорию и там взять в ней компактные объекты, то есть категорию совершенных комплексов. И вы получаете нечто, значит, то есть опять же, совершенные комплексы вы можете брать на DG уровне, то есть вы можете это рассмотреть как А бесконечность или DG категорию, а гомотопическую от нее, давайте я так напишу сейчас, совершенные в таком виде, ну, каллиграфическом. Вот если вы возьмете такую категорию, то это будет А бесконечность категория, а если вы возьмете от нее H0, от вот этих вот кругленьких совершенных, значит, которые мы просто напишем прямые совершенные от этой F, X, омега, то это будет уже триангулированная категория. В обычном смысле. Вот, значит, и вот вопрос, как построить эту категорию, тут существует, как бы, вот несколько, ну, разные люди чуть-чуть по-разному варьируют, там больше объектов взять, меньше объектов взять, но так как потом вы переходите к совершенным комплексам, это оказывается неважно. Главное, чтобы вы взяли так достаточно много объектов, чтобы они порождали вот всю эту категорию. А какими-то объектами, как говорится, это что за три? Ну, вот я пока алгебровическую, я пока объясняю структуру, чтобы понимали, значит, что я вот сейчас. А дальше вот самое сложное, вот описать эту категорию. Дальше идет чистая алгебра, алгебра без всяких проблем, разработанная там, общая машина, да, тут вообще нет никаких проблем. Проблемы, вот как бы, как геометрию перекачать хоть во что-то вот такого вида, из которого потом по вот этой машине мы получаем уже нормальную категорию. Вот вопрос построения этой категории. Вот, и на эту тему, я говорю, написаны целые книги, потому что здесь куча разных тонкостей, неприятностей и вообще вот как бы, как это все определять. Значит, для начала, кто являются объектами этой категории, вот этой? Значит, самый простейший вариант это лагранжево-подмогообразие в вашем иксе. Просто берете все лагранжево-подмогообразие, это будут ваши объекты. В принципе, если правильно говорить, то тут нужно говорить, условно говоря, лагранжево-подмогообразие с некоторым выбором, значит, на этом лагранжевом подмогообразии. Обычно у вас здесь есть старшая ноль n-форма, которую вы можете по этому лагранжевому подмогообразию проинтегрировать, получить комплексное число. Взять у этого комплексного числа аргумент, это получится такое отображение из l в окружность, а вам нужно выбрать некий подъем из l вот в это вещественные числа, в отображение вещественные числа. Но это в каком-то смысле, это нужно все для того, чтобы потом определять некоторую градуировку на морфизмах. То есть то, что называется индекс маслова, чтобы потом определять. Ну так по-простому можно сказать, что это просто лагранжево-подмогообразие с целым числом, если хотите, который обозначает фактически сдвиг в вашей тренгулированной структуре, с целым числом. Который обозначает фактически сдвиг, ну вот накрытие r в s1, это фундаментальная группа z. Значит, вот выбор этого целого числа, фактически подъема, определяет вам сдвиг в этой тренгулированной структуре, там, скажем, для этих объектов. То есть берем лагранжево-подмогообразие, это объект, вот просто давайте так, лагранжево-подмогообразие. Есть другое определение, когда они на лагранжевом-подмогообразии выбирают некоторое векторное расслоение с плоской связностью. Это более такое насыщенное, у вас больше объектов получается, но вот я сказал, что неважно, так брать или так, в комичном счете ответ будет один и тот же. Поэтому можно для простоты вот просто считать, что это просто лагранжево-подмогообразие. Теперь надо определить между ними морфизмы, между этими лагранжевыми-подмогообразиями. Морфизмы определены хорошо только в том случае, если они трансверсально пересекаются. Значит, вы берете одно лагранжево-подмогообразие и другое лагранжево-подмогообразие, или один. Если они пересекаются трансверсально, то это у вас получается конечный набор точек. Потому что лагранжевое многообразие по определению это такое, где омега ограничивается тривиально И они до половинной размерности И у вас трансверсальные, если они, то они пересекаются по конечному числу точек Значит, дальше хомы между L0 и L1 Это то, что называется комплекс флоера от этих L0 и L1 И как векторное пространство, это комплекс векторных пространств над каким-то полем Значит, и как комплекс, и как векторное пространство, это просто С, взятое столько раз, сколько у вас точек пересечения То есть просто комплисификация множества точек пересечения Ну, на точек пересечения, да, вот А? Линиеризация, да Значит, теперь начинается, собственно говоря, самое сложное Самое сложное стоит в следующем На этом пространстве существует градуировка То есть по каким-то причинам у каждой точки есть свое целое число Вот тут, конечно, без этого поднятия не обойтись, потому что тут могут сдвигивать этих целых чисел Вот, значит, и эти числа это то, что называется индексы Маслова Вот объяснять это совершенно, это уже отдельная, как бы, большая там процедура Объяснять, когда это может выбрать, когда это получается и прочее, прочее Значит, на этом пространстве вводится градуировка А второе, на этом пространстве вводится дифференциал То есть это на самом деле комплекс вообще-то То есть на нем есть градуировка, плюс еще дифференциал А дифференциал хотя бы слава? А дифференциал, сейчас будем описывать дифференциал Значит, сначала мы опишем дифференциал, потом опишем композицию А на самом деле у нас это бесконечность категория То есть у нас будет все МН-ные операции Значит, какие у нас будут операции? Реально операции будут следующие Совершенно верно Значит, мы введем такие операции МН-ные Из HOM из L0 в L1 Тензорно и так далее HOM из L1 в LN Который будет отображаться в HOM из L0 в LN И степень у этого отображения будет, соответственно, 2-N ЛН-1, да И будет отображаться сюда Значит, ну Н-2, да? Со сдвигом в Н-2 То есть когда это просто, когда Н равно двойке Это будет градуированное Когда Н равно единице У вас будет дифференциал степени 1 А М3, наоборот, степени минус 1 М4 степени минус 2 Ну вот отображение так будет устроено Значит, вот То есть на самом деле М1 Вот это вот Это отображение из HOM из L0 L1 в себя Собственно говоря Совершенно верно Только степень у него будет, соответственно, 1 Да Ну, тут в обратную сторону Значит, степень 1 То есть М1 Это, собственно говоря, дифференциал По определению А бесконечность категории алгебры Нет, нет, ничего не описывалось Все на самом деле описывается более-менее одинаковым образом Я просто хочу сказать Вот есть МН-ные операции В каком-то смысле Сейчас будет некая конструкция Но эта конструкция не очень зависит от того МН это или М1, или М2 Они будут похожи друг на друга Значит, ну давайте действительно Попробуем описать М1 Значит, как устроен у нас дифференциал Значит, мы должны написать Давайте я подгляжу Что у нас там С этими Значит, у нас Ну вот, что мы должны сделать Мы должны Как мы должны Взять элемент отсюда И определить То есть фактически взять Какую-то точку И определить Скажем, D От какой-то точки Значит, кто такая Скажем, точка X Это точка пересечения L0 и L1 И мы должны определить Что такое D от X Это будет сумма Значит, по Разным точкам Z С некоторыми коэффициентами Ну, так напишем M1 X Z Где Z Принадлежит тоже Пересечению L0 и L1 И степень Z Равна степень X плюс 1 Да Значит, еще раз Значит, это наше пространство Это сумма C По всем точкам X Я сказал, что тут существует Некая градуировка Введена на этом пространстве Конечно, да То есть, каждой точке Приписано Да, конечно Нет, ну это да Нет, ну конечно Просто вы у каждой точки Знаете, какая у него степень Просто и все И тогда, как бы Это получается такой базис В градуированном пространстве Теперь мы должны научиться Элементы базиса Куда переводить Значит, элементы базиса D от X Ну, здесь я могу не писать же коэффициент Правильно? Считать, что единичка Чешли Значит, я пишу D от X Это будет По базису просто раскладываю Значит, это Базис в следующем Градуировочном члене С какими-то коэффициентами Вот эти коэффициенты Я должен научиться Предъявлять Вот и все Значит, ну, самое вот это Вот эти коэффициенты Это и есть самое интересное Значит, эти коэффициенты Это тоже есть суммы Значит, вот эти коэффициенты XZ Это и есть такие суммы По Сейчас объясню, почему Значит Значит, и чего Здесь некоторый знак Еще возникает И здесь возникает экспонента 2I Интеграл По D Сейчас объясню все Значит, есть точка X И есть точка Z Мы рассматриваем D Это Голоморфный диск Радиуса 1 С отмеченной точкой 1 И минус 1 Да, мы предполагаем Что у нас На нашем многообразии Выбрана Почти комплексная структура Но она изначально-то у нас есть Согласованная с формой омега В принципе От нее по факту Ничего не должно зависеть Но при построении Она нужна Значит, выбрана Некоторая голоморфная форма Ну, на самом деле Почти псевдоголоморфная Значит, это почти голоморфная Почти комплексная Можно выбрать Значит, и мы рассматриваем Голоморфное отображение диска Вот этого Сюда в многообразии X Так, чтобы вот этот вот краешек От минус 1 до 1 Попал на одно Лагранжево под многообразие А другой попал на другое А точка 1 и точка минус 1 Попали в X и Z Соответственно Рассматриваем все такие Голоморфные отображения диска 1 в X 1 в X Да А вот это попало на это Лагранжево А это попало на это Лагранжево И дальше Смотрим на площадь этого диска Вот в этой В симпатилактической В этой форме Ну, то есть Здесь стоит форма Здесь еще B-поле стоит И берем от нее экспоненту Условно говоря, чем больше диск Тем меньше вклад это дает Потому что И на И Ну, вот здесь нужно просто увидеть Что тут, значит, выбрано Тут 2ПИ вынесено Значит, И на И Дает минус Давайте Давайте Вот Идиотский вопрос У нас написано сумма А вроде как таких отображений Может быть дочерпывали Очень много Да Значит, утверждается Ну, опять же Все это может делать Первое Все это может делать формально Вот по этому коэффициенту Просто формальный элемент вводить А в хороших ситуациях Должно все сходиться А, то есть на самом деле сумма бесконечная Ну, счетная Значит, давайте Давайте я предположу Что B-поле равно нулю Просто Это сейчас не важно абсолютно Вот Значит, и вот это все Здесь уберу И здесь, значит, получится у меня Минус 2П И Их должно быть Все модули должны быть жесткими Все модули должны быть нульмерными Реально Нет, вот так индексы Маслова там Фактически А, вы имеете ввиду отображение диска? Нет, ну диск мы, конечно, считаем, что внутри диска у нас уже Да, да, в этом смысле есть тут проблема Пока нет трех точек Там дальше уже появятся три точки И уже нет проблем Ну, две точки, ну да Вот этот вот Как бы Автоморфизм диска Который сохраняет эти две точки Это ну да Его нужно По модулю него нужно отфакторизовать Да, это верно Это правда Вот Значит, вот такая давайте напишем формула Чтобы отсюда уже сразу видно Что чем больше омега То есть, чем больше площадь Вот площадь А здесь она с минусом бьется Экспонента с минусом Тем меньше вклад Вот это надо понимать Значит, чем больше у вас как бы площадь Тем между ними, да Чем больше площадь этого диска Тем это очень маленький коэффициент получается И чем наоборот меньше диск Такой Тем больше коэффициент получается Поэтому бывают такие намотки Ну вот, бывает, что у вас диск Условно говоря, вот он так лег А бывает, что вы можете вокруг там чего-то еще обмотать И снова положить таким Бывайте, можете еще там намотать два раза Три раза Вот чем больше вы обмотку делаете Тем больше площадь у него И тем меньше он входит с меньше это Получается такой убывающий ряд Быстро убывающий ряд Да, который можно просуммировать И в конце получается Должен получиться некоторый ответ Значит, вот таким образом строится дифференциал Значит, тут куча, вот я говорю, вопросов По поводу того, что все это хорошо определено Как это все правильно делать Что многообразие модулей и прочее-прочее Вот Дальше мы строим композицию Сейчас вы увидите, что с композицией все то же самое происходит Какая? Не, омега? Один-один Б Она обычно Она обычно Ну она вот, например, нулю может быть равна Обычно она тоже один-один Но только она На нее не требуется никакой положительной определенности и прочее Если она не один-один, а там если у нее два-ноль часть есть То это Ну вот, там, тем не менее, значит, два-ноль часть может быть какая-то Но тогда, в общем, это связано с некоторой некоммутативностью Как бы, ну я сейчас вообще не хочу это обсуждать Вот, значит Давайте Значит, что, собственно говоря, с композицией, да? Теперь с композицией вы должны сделать то же самое Вот у вас есть теперь три лагранжевых под многообразие Значит, L0, L1 и L2 И у вас есть точка, скажем, L0 с L1 Это точка, обозначим, X L1 с L2 Это точка, обозначим, с Y Да? Значит, эта точка, это морфизма из L0 в L1 Эта точка, это морфизма из L1 в L2 А вы хотите их прокомпонировать и получить какой-то морфизм из L0 в L2 То есть вот здесь точку Z напишем Значит, у вас композиция X с Y Это будет опять сумма по всем точкам Z У которых степень Z равна степени X плюс степень Y Коэффициент здесь M2 Напишем X, Y, Z На Z Теперь опять надо вот этот M2 посчитать Значит, коэффициент M2 этот Считается, ну вот ровно по той же самой как бы системе Что это будет сумма тоже по φ из диска в HX Тоже плюс-минус экспонента Тоже минус 2π интеграл φ со звездочкой от омега Вот И только что за отображение мы берем? Мы теперь берем отображение откуда? Опять же диск, только у нас теперь на нем три точки отмечены И мы отображаем, скажем, это один Ну, один, два, ноль, не знаю Значит Да, ну вот скажем, эта точка в X переходит Это в Y Это в Z Это из X в Y Это L1 должно быть Это L0, а это L2 То есть тоже должны диск голоморфно положить так Чтобы часть дуги попала на L0 Другая часть на L1 А третья часть на L2 А эти точки в эти точки попали И снова проинтегрировать И снова просуммировать И далее так же определяется любой Mn Только четыре точки Пять точек Шесть точек Значит В чем состоит Что мы получили? Мы получили нечто Что очень похоже на бесконечность категорию Но не совсем ей является Почему? Потому что мы научились Определять морфизмы Только между трансверсальными вещами Например, мы не можем Не знаем, что есть Homo и ZL0 в себя Или 0 в сам себе никак не трансверсален Некоторые проблемы возникают То есть это не совсем категория Ну вот даже по модулю того Что вот здесь вот Ну да Даже не совсем о бесконечность Значит такую штуку Если L1 и L2 перетекают Это так как нарисован Если там красиво и хорошо Трансверциально То правда ли, что Строгая социативность В этом случае Не строгая все равно Боюсь, что нет Не строгая Да Боюсь, что нет Тут нужно Тут как бы Симплифтически нужно понимать следующее Что на самом деле Ну вот скажем Рассмотрели вы Какой-нибудь Мы может быть даже потом рассмотрим Пример Тора Да Значит Вот рассмотрели Тор Ну одномерный случай Я имею ввиду комплексный Одномерный случай Он хорош тем Что вот диски уж тут кладутся Хорошо Как говорится Тут никаких многообразий модулей Вариаций тут быть не может Тут уж лег так лег Картины нарисовал Вот Но Тут На кривой Любое Любое одномерное подмогообразие Является лагранжевым Никакой проблемы нету Вот вы нарисовали Например окружность Да Это лагранжево подмогообразие Значит Нужно понимать следующее Что на самом деле Если вы например Что Если вы начнете Это лагранжево подмогообразие Шевелить Так что условно говоря Площадь Оно будет Варьироваться так Что площадь Будет оставаться нулевой Между ним и этим То есть Вы чуть-чуть сюда отклонились И наоборот Чуть-чуть сюда отклонились Называется Гамильтонова Гамильтонова изотопия То тогда этот объект Должен быть Изоморфным вашему То есть в принципе У вас При таком определении Куча изоморфных объектов Вообще морально вы можете Научиться считать хомы Из L0 в себя Но не из L0 в себя Из L0 в изоморфный Самому себе объект Вот в чем нужно понимать То есть у нас куча Есть изоморфных объектов В которые мы умеем Считать из L0 Изоморфных Например L объектов В которые мы можем Считать хомы Потому что они ему Трансверсальны Но вот непосредственно В себя мы не можем Значит Максим Концевич С Собельманом Они вели такое определение Обесконечность Предкатегория Это вот категория Которая почти Обесконечность Но не все морфизмы Определены Но они настолько Их много Что условно говоря Вот примерно Как я сказал Что существует Всегда изоморфный объект В который у вас Определен морфизм Вот И дальше Концевич высказал Гипотезу Что по любой Такой обесконечной Предкатегории Обесконечная категория Однозначно ей Определяется Ну продолжается Однозначно До бесконечной категории И вот Саша Ефимов Эту гипотезу доказал Это чисто абстрактная Гипотеза Не относящаясь Никакому симпатическому Многообразию Вот есть формальное Определение Нечто Что не до конца Определено И называется Обесконечность Предкатегории И вот Является как раз Вот поэтому Вот как Фукая Вот по построению Как Фукая Да Вот Тогда у нее Существует Единственное продолжение До бесконечной категории То есть она Дополняется То есть поэтому На самом деле По такой Как бы не до конца Определенной А бесконечной Предкатегории Мы тем не менее Можем построить Нечто Что называется Вот этой вот Категорией Фукая И однозначным образом Значит таким образом Вот у нас есть Это Ф От значит Х Омега Б Которые Значит Объекты Которые являются Вот это вот Лагранжево Подмногообразие Подмногообразие И это А бесконечность Категория Извиняюсь Да Ну да Просто ничего нет Тут уж совсем Все просто Да Совершенно верно Тут уже Ничего нету Значит Ну а дальше Как я сказал С помощью процедуры Взятия Того что обычно Называется Скрученными комплексами А на самом деле По просту Правильно говорить Совершенными комплексами Вот над этой категорией Мы получаем Нечто Что мы называем Производной категорией Фукая Вот этого Икс Симплектического Многообразия Икс Значит Ну вот Примерно Такое определение Этой категории Фукая С которым На самом деле Очень тяжело И неприятно Надо сказать Работать Поэтому В общем Конечно Я надеюсь Что когда-то Появится Более такое Четкое Каноническое Определение Без всяких Вот этих Вот Тонкостей Связанных с тем Там Как что Куда Деформировать И прочее Прочее Вот Но пока Его к сожалению Нету В заключении Поговорим Про модели Ландау Гинсбурга Значит Модели Ландау Гинсбурга И Как вы помните Это Все то же самое Что сигма Модель Только с дополнительным данным Супер потенциалом Ну еще вот Может группа тут действовать Про группу Наверное Сегодня уж совсем И говорить не буду Но тем не менее Значит И чтобы говорить Про зеркальную симметрию Как вы помните Мы должны определить Категории Дебран типа А И категории Дебран типа Б Вот в этих Моделях Ландау Гинсбурга То есть Для сигма Модели Мы знаем Что такое Ну Эти Категории Дебран типа Б И Дебран типа А Значит Дебран и типа А Это категория Фукая А Дебран и типа Б Это категория Когерентных Ограниченная категория Когерентных пучков На иксе Но чтобы говорить Про зеркальную симметрию Куда входит Модель Ландау Гинсбурга Мы должны Определить эти категории Для них То есть Вот это вот Симплектическая Категория А это Алгебраическая Алгеброгеометрическая Опять же Как обычно С алгеброгеометрической Все проще А с симплектической Все сложнее Вот Ну раз уж я действительно Сейчас рассказывал Про категорию Фукая Давайте я Начну С симплектической Для Моделей Ландау Гинсбурга Ну и сразу скажу Что в общем случае Никто не знает Как она определяется А Известны Некоторые Определения В частном случае А именно Когда у нас Модель Ландау Гинсбурга И этот супер Потенциал Очень специальный Значит Ну вот этот Дубль Нам задает Отображение Из Икса Ну вот В С Собственно говоря В1 Мы на С находимся Задает Отображение В С Предположим Что этот Дубль В У нас Очень и Очень Простой Максимально Простой Какой он Может быть А максимально Простой Какой он Может быть Это называется Пучок Левшица И это значит Что у этого У этой функции Значит Те точки Которые Критические Точки Этой функции Это Обыкновенные Двойные точки То есть Там Где у него Критическая точка Локально Дубль В Представим Как Сумма Квадратов Ведет Себя Локально Ну то есть Картинка Такая Вот значит У вас Например Это У вас Гладкий Слой Скажем Какая-то Поверхность А в каком-то Месте Обыкновенная Двойная Точка Значит Дальше Опять Гладкий Слой И у вас Некоторое Наличие Конечное Число Обыкновенных Двойных Точек У этого Супер Потенциал Понятно Да 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 Нет Нет Вот категория Дебран Типа Б Правда Будет Концентрироваться У слоев А категория Фукая Она Ей Тотальное Пространство Жизненно Необходимо И сейчас Мы Это Увидим Значит Давайте Определим Теперь Опять же В два Шага Ту категорию Которая Нам Нужна А именно Производную Категорию Она Называется Категория Фукая Зайделя Потому что Ну Зайдель Это прописал Значит Эта идея Опять Принадлежит Максиму Концевичу Как такую Категорию Определять Ну Зайдель Это Вот Прописал И доказал Некоторые Теоремы По поводу Этой Категории Она Обычно Называется Категория Фукая Зайделя Значит Вот У нас Есть Критические Значения На базе Да У нас Их Какое-то Конечное Число Но У нас Регулярная Функция На гладком Многообразии У нее Конечное Число Особенностей Это мы Знаем Значит Конечное Число Особых Слоев И эти Особые Слои Каждый Из них Имеет Всего Лишь Одну Обыкновенную Двойную Точку Вот Самый Простейший Случай Пучок Левшица Называется Значит Теперь Берем Какую-то Точку Рядом С Бесконечностью Значит Над которой Висит Вот И упорядочиваем Скажем По Часовой Стрелке То есть Вот это будет Первый Соответственно Это второй А это третий Тогда Вот по выходу Из этой точки По часовой Стрелке И дальше Определяем Следующие Значит Следующую А бесконечность Категорию Эта категория Будет иметь Столько объектов Сколько у вас Критических Значений То есть Значит Ну или Давайте Скажем Что Значит С выбором Каждого Такого пути Мы можем Наверху Посмотреть Такой Что называется Сачок Исчезающего Цикла То есть Вот Над любым Таким путем Мы возьмем У нас существует Одна точка Которая Особая Мы можем Попытаться Из нее Из этой точки Выдвинуться Так чтобы У нас Таким диском Небольшим Выдвинуться Из этой точки Так что Этот диск Будет симпликтическим И дальше Этот диск Потянуть 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 И прийти В гладкий слой То есть У нас получится Условно говоря Вот какой-то Такой сачок Этот сачок Конечно Есть просто Диск Граница Этого Сачка Это сфера Вот И этот сачок Можно так сделать Что он будет Симпликтический В тотальном Пространстве Он половинной Размерности И он у вас Симпликтический То есть То есть Все это Можно сделать Симпликтически Вот с каждым Таким путем Выберем Какой-то Соответствующий Сачок Который Сюда Вот прямо Вот в эту Путь На путь Да Вот над путем Он висит Собственно говоря Вот С этим путем Вы можете Вот просто Этот сачок Половинной Размерности Диск Диск Двумерный А как половина Размерности Вот в данном У меня Случа Нарисована Размерность Вещественная Четырехмерная А комплексная Двумерная Правда ведь Ремоновая Поверхность Висит Над С А Не нет Все в общем Случае Всегда так Это всегда Цикл Половинной Размерности А что это такое Какая Нечетная У кого Нечетная Размерность У кого Нечетная Размерность Всего Размерность У нас Комплексное Многообразие У него Заведомо Размерность Четная С базы У нас С Это Размерность Вещественная Двумерная Допустим Пусть у нас Х Это комплексная Поверхность Так Что такое поверхность Поверхность В каком смысле Над чем Еще раз Комплексная Комплексная Поверхность Кто Слои Комплексная Или Х Комплексная Поверхность Хорошо Бывает Такой То есть Комплексная Поверхность Нет Ну хорошо И что Значит Исчезающий Цикл Это всегда Сфера Половинной Размерности Которая Вот сюда Вот затягивается Вот путь Ее затягивания Она Половинной Размерности Где Она Половинной Размерности В слое Да А путь По которому Она Прочерчивает Когда затягивается Туда Это половинная Размерность В тотальном Пространстве Это диск Понятно Ну что Все нарисовано Неужели Не видно Что это диск Да Половинная Размерность Может быть Нечетный Может быть Нечетный Ну вот Этот путь У нас Нечетный Лагранжев 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 А я сказал Симплектический А извините Да Не не Я имел ввиду Конечно Лагранжев То что Ограничение Это Тривиально Да 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 Лагранжев Да Я извините Значит я неправильно Сказал Я сказал Симплектический Да Ну да понятно Да да понятно Лагранжев Лагранжев Да конечно Можно выбрать так Чтобы наверху Было Лагранжев А Любого пути внизу Можно Да да Для любого пути внизу Вы можете Выбрать так Вот этот Чтобы этот диск Был Лагранжев Половинная Размерность Лагранжев Да Значит Вот теперь у нас Объекты Собственно говоря Ну как вы хотите Считайте Либо Вот эти сферы Исчезающие Либо вот эти диски То есть Вот собственно говоря Давайте Значит объекты у нас С Это С1 И так далее СН Вот эти вот Исчезающие Если хотите Сферы Да их так мало Это категория Имеющая как колчан Имеющая конечное число Объектов Вот Да и собственно говоря Колчан мы сейчас и строим Только он такой А бесконечность колчан Значит И теперь мы определяем Определяем хомы Из Ситова В Сжитая И определяем мы их Ровно так Как исключительный набор Если у нас И больше Ж То ничего не будет Ноль Ноль Если И больше Ж Если СИ Равно Если И равно Ж То это будет Просто С А вот если И меньше Ж То это будет Комплекс Флойера Между вот СИ И СЖ Вот в этом Слое Вот этот слой Давайте обозначим Через Х0 На Х0 Значит Гладкие слои Этого Этой фибрации Это симплектические Вот действительно Симплектические Не лагранжевые А симплектические Многообразие Вы можете симплектическую форму Туда ограничить И увидеть Что они тоже Симплектические Многообразие Ну из-за того Что на самом деле У нас Голоморфная структура Согласовано Симплектической формы И берем Регулярную функцию Вот То есть Х0 Это само Гладкое Симплектическое Многообразие И на нем У нас есть Лагранжевые Подмногообразия И между ними Мы определяем Комплекс Флойера Который я объяснял Уже Как определяется Вот этот комплекс Называется Комплексом Флойера Да Вот эти Хомы Здесь Вот здесь Это и есть Комплекс Флойера Из Л Да Комплекс Флойера Л0 Л1 То есть Как векторное пространство Это С В степени Пересечения С И С И С Ну а дальше Вся машинная река Про которую я говорил Градуировка И Композиция То есть Таким образом Мы получаем Такую Маленькую Ну Небольшую С точки зрения Объектов А бесконечность Категорию И даже Упорядоченную Только вот эти Морфизмы Конечно Могут иметь Не только степень 0 Но и степени Какие-то 1 2 И так далее Более того Тут существует А бесконечность Старшие Высшие структуры Тоже определяются Таким же образом Но Приятность стоит в том Что И эти структуры Тоже обрываются Потому что Реально Компонировать можно Но пока вот Можем компонировать Так и можем А дальше уже не можем То есть Эта бесконечность Категория У него Количество Ненулевых Омытых Оно Ограничено Вот Можно ограничено Количеством Этих объектов Это С1 С2 С3 С4 Ну С5 Вот здесь Нарисовано Значит Определили Такую категорию Давайте я назову Категорию Лагранжевых Исчезающих Циклов Вот На Х Омега В И Кстати Эта категория Обращаю внимание Зависит от Гамма Где Гамма Это вот Эти пути Гамма Это Ну вот От гамма В смысле От наборов Этих путей От гамма Ит Если вы возьмете Другие пути Выберите Другую систему Путей Вы получите Другую А бесконечность Категорию Ну а дальше Последние Стандартные Движения Так же как и здесь Надо взять Категорию Совершенных Комплексов Категорию Над этой Над этой А бесконечность Категории Как обычно И тем самым Определить Категорию Дебран Типа А Или категорию Фука Из Айделя Значит Категория Дебран Типа А Вот для этой Модели Ландау Гинсбурга По определению Это категория Совершенных Комплексов Вот над этой Категорией Исчезающих Лагранжевых Циклов Которые Обозначаются Категорией Также Фука Из Айделя Ну вот От этого От этого От этой Модели Теорему Которой доказал Зайдель Что вот эта Категория Не зависит От выбора Этих путей Так же как Наша категория Это Различный Выбор Путей Соответствует Вот В нашей Науке Перестройки Исключительного Набора Вы Исключительный Набор Можете Менять Перестраивать Мутации То что называется Получаете Другие Алгебры А ответ Тот же Самый То есть Меняете Ваш генератор Условно говоря Тем самым Вот То есть Эта категория Вот это Зависит Конечно От выбора Этих путей А вот это Уже От выбора Этих путей Не зависит И это вот Соответственно Получается Категория Дебран Типа А в модели Ландао Гинсбурга Давайте рассмотрим Пример Самый простейший Пример Где фактически Ничего почти Считать не надо Значит Рассмотрим П1 И рассмотрим К нему Зеркально-симметричную Как я утверждал Модель Ландао Гинсбурга Зеркально-симметричная Модель Ландао Гинсбурга Это С Со звездочкой В С Дубль В Где есть Функция Жуковского По большому счету Симплектическая форма Не важно Какую вы здесь возьмете Берите любую Ответ От этого не будет зависеть Сейчас мы легко Это увидим Значит Что это такое У нас есть просто Двулистное накрытие Наш суперпотенциал Это двулистное накрытие Собственно говоря У нас вот есть Две особые точки Ну Соответствующие В смысле Где Внизу или наверху В зависимости Да Значит Теперь Что у вас Теперь вы берете Какой-то Значит Выбираете Давайте это Выбираете Какую-то точку Рядом с бесконечностью И выбираете Давайте я ее вот здесь возьму Считаю, что у меня бесконечность здесь Выбираете Путь один сюда И другой путь сюда На базе Да Вот это вот база С В одно критическое значение Не в другое Ну И берете сверху Исчезающий цикл Что такое Нульмерная сфера Это две точки И вот эти Нульмерная сфера Вот этот вот Диск Вот оно Вот эти две точки Идут И в одну Стягиваются Точку Вот это вот Исчезающий цикл И в другую У вас Исчезающий цикл Вот как Стягивается Но Две точки Те же самые Естественно Ну Пересечение двух точек В двухточном пространстве С самим собой Это То же самое Две точки То есть у вас Есть Вот эта категория У вас какая Она имеет два объекта Два исчезающих цикла И сколько морфизмов Морфизмы только в одну сторону Ну и сколько Вот двумерное пространство Морфизмов В эту сторону Получаем такой вот Колчан Ну конечно мы должны Ну тут в общем Некуда деваться Градуировка у них Нулевая Поэтому они Тут пространство Не градуировано Нулевой градуировкой Получается вот такой Колчан И теперь над этим Колчаном Мы берем Совершенный комплекс Это просто Производную категорию Модулей Вот над этим Колчаном Мы берем Совершенно верно А это теорема Белинсона Вернее ее Самая маленькая часть Что это Производная категория Когерентных пучков На P1 Вот мы доказали Зеркальную симметрию По крайней мере Одную ее часть Для P1 Понятно? А для PN Не, а для PN Не получится Вот там начинают Сложности Значит Для P2 Да Для P2 сделано Но как только у вас Ну более многомерные Там вот с комплексами Флоера Уже начинаются проблемы Для P2 Это уже реальная работа Большая Какой будет Для P2 Ну для P2 Это собственно говоря Зайдель Вот как он это сделал Он доказал Для P2 Мы потом доказали Для всех взвешенных P2 Рассматриваемых Как арбифолды Я, Уру и Кацарков Вот А Сама вот Непосредственная P2 И для их Некомутативных деформаций Там еще интересная вещь Связанная с некомутативной деформацией До этого мы не дойдем Конечно Значит Вот так вот определяется Категория Дебран Типа А Значит В моделях Ландау-Гинсбурга И давайте все-таки Я поговорю про Дебраны Типа B В моделях Ландау-Гинсбурга Да Ну тогда ничего нету Ну в смысле Что тогда получается Если одна критическая точка И она обыкновенная двойная Ну ты понимаешь Что категория У тебя просто категория поля Вот отсюда следует Все Ничего нет Ну такая вот категория Ну как зеркало к чему-то Не бывает Как зеркало к чему-то Какому-то многообразию Ну а так вообще Ты можешь рассматривать Любые модели Ландау-Гинсбурга Они сами по себе Интересны в принципе И пытаться для них Там соответственно Считать что там Получается Вот Теперь Дебраны типа B В Моделях Ландау-Гинсбурга Значит Вот здесь Для определения Дебраны типа B Есть даже два подхода Один называется Матричная факторизация Матричная факторизация Матричная факторизация Категория особенностей Значит давайте начнем с матричных факторизаций Мы опять рассматриваем Гладкое многообразие Гладкое многообразие Какой-то Какой-то алгебры А И Ну что Кто такая W W Тогда просто элемент Это алгебра А Это регулярная функция Значит Теперь Рассмотрим Точку лямбда На А1 И определим Категории Дебран Типа B Над точкой лямбда Для вот этой модели Ландау-Гинсбурга Х W Для каждой точки лямбда На А1 Определим свою категорию Алгебра-Геометрическая Алгебра-Геометрическая Да Когерентная Для каждой точки лямбда Определим Значит Определение следующее Кто являются объектами этой категории Объекты Объекты этой категории Следующие вещи Это Два Проективных модуля P0 P1 Значит мы можем теперь работать Так как Когерентные пучки Над Афинным многообразием Это то же самое что модули Над алгеброй Я сейчас перейду К модулям Буду говорить все в терминах Модулей над алгеброй А Значит P0 и P1 Это два Проективных модуля Над алгеброй А Конечного ранга И между ними Задано два морфизма Вот в такую сторону P0 маленькая И P1 маленькая Значит По другому мы можем понимать Это Скажем как Такую последовательность Два периодическую Если хотите Последовательность P0 P1 Бесконечную В обе стороны Периодическую Последовательность Ну Чтобы это все не писать Я буду писать Это вот в таком Компактном виде Значит Объекты Это вот такие вот Пары То есть Ну или пары Тут Пара объектов Пара морфизмов И какое на них Условие Условие Как морфизмы Компонируются Если мы прокомпонируем P0 P1 Мы получим Эндоморфизм P0 А если мы прокомпонируем P1 P0 Мы получим Эндоморфизм P1 Вот их композиция Не ноль Как в комплексе Если бы это у нас был Два периодический комплекс Это был бы ноль А это не ноль А именно P0 на P1 И P1 на P0 Это на самом деле Есть умножение На элемент W Минус лямбда В нашей алгебре Значит Это элемент Нашей алгебры А если у нас Есть элемент Алгебры У нас все коммутативно То То есть это Многочин На элементы алгебры Да Значит Любой модуль Так как он у нас Алгебра коммутативная То Значит Любой элемент Алгебры Задает Умножение на любой Элемент алгебры Задает эндоморфизм Для модуля Понятно, да? Значит Почему это называются Матричные факторизации? Ну потому что Реально Проективные модули Это свободные модули Так уж по-простому Можно говорить Да Какого-то ранга N Ранг у них должен быть Одинаковый На самом деле Им деваться просто некуда Вот И Тогда это все Можно написать В виде такой Матрицы Значит Здесь стоит Морфизм П0 Нет Здесь стоит Ноль Здесь стоит Морфизм П0 Здесь стоит Морфизм П1 Здесь стоит Ноль А квадрат этой Матрицы Это есть Скалярная Матрица Которая Есть умножение Умножение На W Минус Лямбда Такая скалярная Матрица Понятно Да Значит Как это себе Нужно понимать Это себе Нужно понимать Как Такую Квантизацию Деформацию Тот же член Тогда Это Эндоморфизм Физики Говорят Что Этот W Он Нарушает Z Симметрию До Z2 Симметрии Значит Соответственно Это Вот у нас Объекты Объекты Нашей Категории А теперь Мы еще Определяем Морфизмы В этой Категории Следующим Образом Это Гомотопия Опять Вот Представляя Это Как Последовательность Объектов И морфизмов Мы можем Определить Понятие Гомотопии Для Понятия Гомотопии Нам даже Не нужно Чтобы Это Был Комплексом То Есть Гомотопия Что Это Такое Ну Вот У У нас Есть П0 П1 Здесь Морфизм П0 Здесь Морфизм П1 Есть У нас Ку0 Ку1 Значит Понятно Как Определить Что Такое Морфизмы Это Такая Пара Морфизмов Ф0 Ф1 Что У нас Оба Квадратика Коммутативны Которые Здесь Есть Да Ну Это Вот Как Б Два Периодический Морфизм Между Два Периодическими Последовательностями И Легко Вот даже сказать Когда Ф Гомотопен Нулю Когда У вас Существует Морфизм С И морфизм Скажем Т Такой Что Ну Ф0 Это Есть Т Ку1 Плюс П0 С Ну и Аналогично Для Ф1 То есть Морфизм Между Этими Матричными Факторизациями Это Вот Такие Морфизмы По Модулю Гомотопия Таким Образом Мы Определили Вот Эту Категорию И Несложное Утверждение Говорит Нам Что Эта Категория Триангулирована Это Триангулированная Категория Теперь Финальное Определение Категории Дебран Типа В В модели Ландау Гинсбурга Это Надо Взять Произведение Всех Этих Категорий По Всем Лямбда Но Фишка Здесь Следующим Понятно Что У вас Лямбда Бесконечное Число Да Дебран Типа В модели Ландау Гинсбурга Произведение По всем Лямбда Ну Плохое То Что Бесконечное Произведение По всем Лямбда Вот Но фишка Стоит в том Что Эти все Категории Нулевые Для почти Всех Лямбда Если Слой У вас Гладкий То Эта Категория Тривиальна То есть Реально Здесь Стоит Произведение По Всем Лямбда Над Которыми Слои Особы Но это Определение Принятие Критическая Точка Когда у вас Дубль В может Быть Очень Плохой Тут Мы Вообще Никаких Ограничений Не Накладываем На Дубль В Понятие Ну Критические Значения Скорее Означает ли это Так Пока Наивно Говорят Что Когда мы Работаем По Петербургу Здесь Когда Мы Работаем По Петербургу Тривое Вот Ну да То есть Категория На самом Диале То есть Подробно Маленький От Слой Такие Слой Вы Не Что-то Далеко От Да 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 Ну да Конечно Но сейчас Мы даже Больше Поймем Про это Из Следующего Его Описания Значит Следующее Как бы Второе Описание Это то Что Называется Триангулирная Категория Особенностей Предположим Что у нас Х Это Ньотерова Схема Давайте Для простоты Я здесь Вот Сейчас Не буду Все Условия Писать Я просто Напишу Что это Квазипроективное Многообразие И все Квазипроективное Многообразие Х Это не то Х Давайте я напишу Здесь У Квазипроективное Многообразие Значит Еще раз Вспомним Какие категории Связаны С квазипроективным Многообразием Значит Производная Категория Когерентных Пучков На У Есть Большая Категория Квазикогерентных Пучков На том же У И как я Говорил Есть еще Категория Совершенных Комплексов На У Которые Есть Компактные Объекты В этой Категории У нас Вот имеется Такое Включение Теперь Вот эта Категория С этой Иногда Совпадает Иногда Не Совпадает Совпадает Она Ровно Тогда Когда У Гладкая Тогда И только Тогда Но Тогда Очень Естественное Определение Следующее Давайте Определение Определим Категорию Особенностей У Как Фактор Производной Категории Когерентных Пучков На У По Совершенным Комплексам Фактор Верде Значит Если у нас У Гладкая То Это Категория Тривиальная То есть Особенностей Нет Если у нас Категория Если у нас Многообразие Негладкое То Эта Категория Нетривиальная И в каком-то Смысле Она Меряет Особенности Этого Многообразия И Вот Такая У нас Есть Триангулированная Категория По 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 Категории Особенностей Слоя Значит Вот Так Категория Матричных Факторизаций Которые Мы Здесь Определили Она Зависела От Лямбда Вот Здесь На Самом Деле Можно Описать Как Категорию Особенностей Слоя Слой Нужно понимать В самом Простом Смысле Который Бывает А именно Что Такое Слой Если У вас Есть Отображение Из Икса В А Один И Дальше У вас Есть Здесь Точка То У вас Есть Расслойное Произведение Как Расслойное Произведение Как Схема Конечно Ну То есть В частности Она Не Зависит Даже От Окрестности Она Зависит Только От Самого Слоя Отсюда Сразу Видно Что Если Слой Гладкий То Та Категория Нулевая На самом деле Но Это Нам Кстати Позволяет Дать Другое Определение Дебран Типа Б И Кстати Здесь Нам Уже Не Нужно Требовать Афинность Многообразия А в Любом Случа Значит Категория Дебран Типа Б В Модели Ландау Гинсбурга Теперь Определение Два Это Есть Произведение По всем Лямбда Категории Особенностей Вот этих Слоев Здесь Уже Видно Что Произведение Конечное Потому что Вы Предположили Что Тотальное Пространство Гладкое Это Существенно Если Оно Негладкое Не Очень Понятно Как Что Здесь Правильно Сделать Расслойный Кват А Икс Ну Давайте Здесь Лямбда Икс Лямбда Нет А У нас Был Икс Который Не Обязательно Один Вот Здесь Икс Да Не Ну Меня Спросили Какой Слой Надо Брать Я Говорю Что Слой Надо Брать Что Такой Слой Я Просто Прилю Что Такой Слой Слой Это Расслойное Произведение Того Что Было Надо Один И Еще раз Если Икс Полное И Если Оно В1 Отображается Если Оно Отображается В1 Констант И Здесь Нужно Быть Более Аккуратным Да Значит Тогда У нас Как бы Действительно Во-первых Тогда У нас Слой Это Не Совсем То же Самое Тогда Слой Надо В Производном Смысле Рассматривать Вот Поэтому Ну Тогда Расслойное Произведение Нужно Писать Как ДЖ Схему Да Вот Это Я Сейчас Просто На этом Не хотел Останавливаться Значит Как Это Писать Значит Ну Формально Значит С категорией Особенностей Здесь Тогда Категория Особенностей Слоя Тогда Слой Это Другая Вещь Поэтому Это ДЖ Схема Поэтому Вот В этих Терминах Как раз Это Хуже Выглядит А В этих Терминах Ну W У вас Ноль И Лямбда Ноль Да Над нулем Все висит У вас Здесь За два Периодические Комплекции У вас Получается Конечно Не тот Ответ Который Б ДБ Кох На Игрике Ну То есть Сигма Модель Это частный Случай Модели Ландау Гинсбурга При W Равном Нулю Ответ Должен Здесь Быть Таким же Как И там Вот Он Не совсем Такой Получается Почему Потому что Значит Там была Категория ДБ Кох А здесь Получается Категория Ну Два Периодическая Категория Значит Там Тут Афинное Все Еще раз Значит Получается Что Это категория Там у нас Категория ДБ От Конечно Порожденных Модулей А здесь Получается За два Периодическая Категория Комплексов Модулей Значит То есть Это Поэтому То утверждение Что Модель Ландау-Гинсбурга с нулевым суперпотенциалом это то же самое, что Сигма модель? Это не совсем верное утверждение. Сигма модель это то же самое, что модель Ландау-Гинсбурга с тривиальным суперпотенциалом и действием С со звездочкой. Правильное утверждение такое, что если Сигма модель, Сигма-модель это Ландау-Гинсбург с W равным 0 И еще с действием C со звездочкой Которая на многообразии действует тривиально, естественно Но на 1 оно действует вот как оно действует на 1 Оно точку 0 сохраняет, а там оно действует растяжением И тогда есть понятие эквариантной категории И тогда они будут совпадать Я просто ее не определял Можно определить эквариантную категорию матричных факторизаций И тогда там вылезет этот Z-грейдинг То есть вот эти обычные комплексы Которые здесь не появляются, а только два периодические Но это уже чуть-чуть более отдельная техника Вот это как бы второе определение через категории особенностей Ну и сами эти категории особенностей на самом деле очень важны Вообще для многообразий, независимо от какой зеркальной симметрии Я просто хочу сказать Но приятность этого определения стоит в том Что на самом деле это определение не предполагает Что многообразие афинно, например Там, конечно, через матричные факторизации Тоже можно дать определение правильное Матричных факторизаций, когда X не афинно Но там все равно происходит некоторая факторизация В некоторый момент Которую я сейчас рассказывать не буду Существует такое определение Давайте я скажу несколько свойств категории особенностей Значит Свойство Такое совершенно простейшее свойство Это свойство локализации Значит, предположим, у вас вот есть этот Y И вы взяли открытое подможество U в Y И предположим, что все особенности Y А это замкнутое подможество в Y Они содержатся в U Значит, вы можете рассмотреть категорию особенностей Y И вы можете, значит, у вас есть функтор на самом деле в категорию особенностей U Ну, каким образом? Понятно, просто производную категорию когерентных пучков у вас есть функтор ограничения на U Который, естественно, совершенные комплексы переводят в совершенные комплексы Поэтому он индуцирует очевидным образом функтор на фактор категории Значит, вот такой, давайте это G обозначим Ну, вот такой G со звездочкой, значит, ограниченный на это Ну, и естественно, что если особенности Y находятся в U То это G со звездочкой эквивалентность То есть мы можем вырезать все, что не пересекает наши особенности Отрезать Это с одной стороны С другой стороны, неверно, что две аналитические изоморфные особенности Имеют одинаковую категорию особенностей Простейший пример Значит, предположим, у нас есть особая коника в P2 Это просто две прямых И особая кубика в P2 Ну, она выглядит вот так вот То есть это у нас X квадрат плюс Y квадрат Если хотите А это X квадрат Ну, сейчас X квадрат плюс X Y куб Такое, что ли? Сейчас Значит, аналитически эти особенности одинаковые Потому что это просто есть обыкновенные двойные точки Аналитически вот этот куб можно убрать Алгебраически нельзя Алгебраически это разные особенности Сколько бы вы точек не вырезали Вот из этого многообразия У вас будет одна компонента А здесь у вас две компоненты Так вот, если вы возьмете категории особенностей Вот от этого И категории особенностей вот от этого То они неэквивалентны Но Они тесно связаны Но они на самом деле тесно связаны То есть Почему, собственно говоря, они неэквивалентны? Они неэквивалентны по одной Достаточно простой И такой Наивной причине А именно Дело в том, что Эти категории особенностей Как фактор категории Не обязательно И демпатентно полны То есть У вас может быть объект в категории И проектор То есть морфизм из объектов себя Который есть проектор Понятно, что если у вас есть проектор То желательно было бы Чтобы ваш объект Раскладывался в прямую сумму двух объектов На котором такое, что ограничение П0 это ноль А П1 это тождественный Ну то есть на кактом он делает нулем А на другом он действует тождественным Ну вот Оказывается, что просто этих объектов Вашей категории может не быть Понятно, да? Оно не демпатентно полны Так вот Если замкнуть Демпатентно А есть такая процедура Любую категорию можно демпатентно замкнуть Если это триангулированная категория То можно ее тоже демпатентно замкнуть И на ней будет каноническая Триангулированная структура Согласованная с этим вложением То они уже станут эквивалентными После пополнения Идемпатентно Можно же Не подависки вырезания Смотреть А вот В итоге В ответ Вредание Смотреть Если нет пополнения Вреда 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 Когда мы возьмем Гензелевую обрезность У своей особой точке справа Там Нечета скривая развалится Вот две компоненты То есть она станет такой же Как гензелевую пополнение скрива Это не гензелевая Ну и например Там такой вариант Как категория И Немногие другие варианты При таком вырезании Не меняются Ну и вот здесь утверждение Что на самом деле Ну канули у них разные Канули разные Меняются Разные Давайте я сформулирую Нет После демпатентного пополнения Они эквивалентны Да Но до этого То у них канули разные Нет Ну когда там Хорошо До этого Разно Я не возражаю Давайте я сформулирую Очень Красивую теорему Томасона По этому поводу Ладно Да И как раз после этого Поговорим просто Потому что она как раз Ровно к этому Имеет непосредственное Отношение Значит Предположим Вы интересуетесь Следующим У вас есть Триангулированная Категория Мы предполагаем Что она там Что множество Что объекты Образуют множество Классы объектов Образуют Классы изоморфизмов Объектов То есть она такая Essentially small Существенно малая Так скажем Да И мы рассматриваем в ней Все триангулированные Подкатегории Такие что Их Замыкание Игипотентное Внутри Т Совпадает Со всей Т У них есть Полная их Характеризация Этих триангулированных Подкатегорий Называется Теорема Томасона Теорема Множество Таких Н Что Н Триангулированных Патегории Совпадает С Т Находится В взаимно Однозначном Соответствии С Подгруппами В К0 С Ну не знаю Подгруппа АН В К0 От Т Более того Это Соответствие Очень простое А именно Что это такое Это есть просто К0 АТН С одной стороны А с другой стороны Как по подгруппе Построить Эту Подкатегорию Взять просто Все объекты У которой Образ Следующим Что предположим Что предположим У вас Х Это Квази Квази Проективное Многообразие И Скажем Х И Х' Это Два Квази Проективных Многообразия Такие Что Давайте Рассмотрим Особенности Этих Многообразий Особенности Это на самом деле Замкнутые Подможества Особенности Х Это Замкнутые Подможества В Иксе Вдоль Любого Замкнутого Подможества Мы можем Рассмотреть То что Называется Формальное Пополнение Формальную Окрестность Этого Подможества То есть Такую Формальную Схему Которая Есть Пополнение Вдоль Этого Замкнутого Подможества Значит Обозначим Через Х И через Х' Это Пополнение Х' Вдоль Пополнение Х' Вдоль Особенностей Этого Х' То есть Что Это Такое Это Да, кольцованное пространство, которое, как топологическое пространство, есть особенности х, то есть вот это подможество. А, соответственно, пучок функций на нем, это есть обратный предел. Ну вот, о х фактор по идеалу, по всем степеням идеала, идеал, который определяет любую, в общем, подсхему с носителем в этом замкнутом подможестве. Как раз от структуры подсхемы здесь вот этот предел никак не зависит, и это пополнение никак не зависит. То есть неважно, какое замкнутое подможество вы берете, а какую структуру подсхему вы берете, неважно, потому что какая-нибудь степень, она всегда перебьет любую другую структуру, которую вы здесь возьмете. Так вот, значит, теорему, которую теперь можно сформулировать, теорема. Если х и х' такие, что формальные окрестности х изоморфно х', формальные окрестности вдоль особенностей одинаковы, Ну вот, в частности, вот в этом случае, вот формальные окрестности у этих двух особенностей одинаковы. Это, собственно, и есть, как бы, такой алгебраический аналог аналитической особенности. Если изоморфные, отсюда следует, что категории особенностей х' и категории особенностей х', они эквивалентны после идемпатентного пополнения. То есть, в общем, с аналитической точки зрения эти особенности, с аналитической точки зрения нужно рассматривать пополненные категории особенностей. Ну и, может быть, интересно увидеть некоторую последовательность, которая у нас есть, последовательность категории. Значит, тут, естественно, рассмотреть, ну вот, взять х и рассмотреть категорию совершенных комплексов. Можно рассмотреть ее вложение в категорию когерентных пучков на х'. Ну, а дальше у нас идет фактор категории особенностей на этом х'. Ну и давайте мы ее и демпатентно замкнем. Вот можем рассмотреть, это называется такая короткая точная последовательность триангулированных категорий. Все эти категории, на самом деле, имеют оснащение. И отсюда это позволяет нам определить их категории. Ну, фактически, повторив конструкцию Вольтхаузена. То есть, у всех у них определены категории. Вот эта последовательность индуцирует последовательность на категориях. Следующую длинную точную последовательность. Ну, которая на уровне К0 говорит, что К0 от совершенных комплексов отображается в К0 от ДБ КОХ от х. Дальше это идет в К0 от вот этой категории особенностей от х. Здесь, конечно, у нас есть, должно быть, К1 вот от этой категории особенностей от х. Ну, здесь К1 соответствующий и так далее. А вот этот морфизм тоже несюрективный. И куда он дальше идет? Он дальше идет в К-1 в отрицательную категорию от совершенных комплексов. Значит, дальше это идет, в принципе, в отрицательную категорию вот от этой категории, которая нулевая. Потому что это производная категория от Абелевой категории. Была такая гипотеза, которая была доказана там Хазимайром, кем-то, ну, в общем, какие-то вот эти товарищи, наверное, Вайбель там человек поучаствовал. В общем, производная категория от отрицательной теории от Абелевой категории, они нулевые. Значит, дальше это идет в ноль. Ну, дальше здесь у нас стоит, скажем, К-1 от вот этой категории особенностей х. Которая уже опять изоморфна, К-2 от категории совершенных комплексов. А вот у категории совершенных комплексов вполне могут быть неотрицательные категории. И вот если посмотрим на эту вот последовательность отсюда, сюда и сюда, то мы знаем, что у нас есть с одной стороны К0 от просто категории особенностей х. И, конечно, вот эта К0 это просто коядро вот этого отображения. До замыкания эдемпатентного К0 от категории особенностей, это просто фактор К0 от производной категории когерентных пучков по образу К0 от совершенных комплексов. Таким образом, у нас имеется отображение здесь. И разницу между этой категорией и ее эдемпатентным пополнением в точности меряет К-1 от совершенных комплексов. То есть К-1 от совершенных комплексов в точности вам говорит, насколько категория особенностей неэдемпатентно полна. Понятно, да? В точности она и есть. Что у нас со временем? Ну и давайте в заключении я скажу один еще интересный факт, который говорит про некоторые эквивалентности между моделями Ландао-Гинсбурга, которые легко, ну не легко, но вполне, по крайней мере, понятно, как интерпретировать и устанавливать на уровне вот этих Дебран типа B в моделях Ландао-Гинсбурга. Значит, рассмотрим такой простейший случай. Предположим, у нас есть какая-то модель Ландао-Гинсбурга, заданная на иксе каким-то суперпотенциалом W отображения В1. И давайте я рассмотрю новую модель. Я добавлю две дополнительных переменных к иксу. То есть я рассмотрю х умножить на афинное пространство и рассмотрю суперпотенциал отображения В1, которое есть старый W плюс два квадрата. Х квадрат плюс у квадрат. Где х и у это координаты на афинной плоскости. Вот такой суперпотенциал. То есть к функции добавил два квадрата. Утверждение, которое можно проверить, что дебраны типа В на иксе эквивалентны дебранам типа В на вот этой вот. Совершенно верно, да. И вообще, это такой самый простейший пример того, когда две модели Ландау и Гинсбурга должны быть абсолютно одинаковыми. То есть и другие категории дебран типа А тоже должны быть одинаковыми, только это доказывать никто не умеет. Но в принципе, эти просто модели Ландау и Гинсбурга должны быть абсолютно эквивалентны. То есть на них все теории одинаковые. Все. Ну только тут нужно с симпатической формой там вести. Все должно быть одинаково. С точки зрения физики они одинаковые. Суперконформ, там теории поля, квантовые. Все должно быть одинаково. Дебраны все должны быть одинаковые. Ну здесь есть, значит, такое обобщение. То есть у этого факта есть чуть-чуть более сильное обобщение. Оно состоит в следующем. Значит, давайте мы... Давайте рассмотрим схему S. И на ней две функции, F и G. Вот. Значит, и рассмотрим, и предположим, что нули функции G на S это гладкая подсхема. То есть рассмотрим подсхему X. Это X определяется тем, что G равно нулю. И X гладко. Значит, тогда мы можем рассмотреть такую модель Ландау-Гинсбурга, как функцию F ограничить на X и на ней рассмотреть ее как функцию на X. Она у нас была... Эти две функции были на S, но мы ее можем ограничить на X и рассмотреть как функцию на X. Получим некую модель Ландау-Гинсбурга. А с другой стороны, можем к S прибавить A1 с координатой X и рассмотреть суперпотенциал, который есть F плюс XG. В1. На самом деле можно проверить, что вот это, это очень частный случай вот этого. Тут надо, конечно, сделать замену не X квадрат плюс Y квадрат, а X на Y и прочее, прочее. Вот. Значит, так вот, на самом деле утверждение более общее стоит ровно, что вот эти две модели должны быть эквивалентны, а с точки зрения Дебрана это теорема. То есть Дебраны типа B на X с F, ограниченной на X, эквивалентны Дебранам типа B на S A1 с функцией F плюс XG. Ну, это называется в каком-то смысле, по-моему, множители Лагранжа называется. То есть это такое, как elimination of, ну, в общем, уничтожение множителей Лагранжа. Лагранж, elimination of Lagrange multipliers. Леш, как это называется? Множители Лагранжа, да? Да, ну вот, Леша у нас представитель матфизики, он меня, если что, поправит. Значит, соответственно, ну и, конечно, для... Это вот такой факт, который должен, конечно, быть выполнен и для Дебран типа A тоже, если правильно все формулировать здесь, с точки зрения симпатической формы. Вот, но это совершенно ни в коем смысле не доказано. Ну, я думаю, что я, наверное, закончу свой курс, потому что можно еще тут много чего говорить про Дебрана типа B, но уже время истекло. Так что все, спасибо большое. Спасибо.